Привет всем! Думаю, многим, особенно некоторым, будет интересно посмотреть на это видео. И в этом видео мы посмотрим на такую вот счетную машину DIL. Производство фабрики соответствующего имени DIL в Нюрнберге. И это у нас кареточный рифмометр. Машина эта стояла где-то там, на ход кладовки. И достоялась до, как говорится, того, что попала ко мне. Где я обрела свою какую-никакую, да вторую жизнь. Машина, конечно, в хуёвеньком таком состоянии, но тем не менее, как я уже сказал, я её оживил. И сегодня мы, как бы, грубо посмотрим на то, что она умеет. Точнее, ну, как она работает вот что. Потому что в полной мере я ещё не разобрался с делением. Вот. И мы сегодня посмотрим на эту машину. Значит, состоит она, если хотите знать из чего, то смотрите другой ролик с картиночками. Вот. А здесь, ну, посмотрим на эту машину в действии. То есть, первые попытки считать. Вот здесь у нас имеется каретка с результатными этими самыми рядами. Где выводится снизу результата, а сверху количество, как бы, совершённых действий. Вот. Оба эти показателя можно механически обнулить. Или, вот, допустим, если нам нужно обнулить клавиадору, то же нажимаем 3. С тремя пунктиками клавишу. Значит, здесь у нас снизу находится перевод каретки. Влево-вправо. На начало. Потом обнуление результатных рядов. Плюсовать-минусовать. Ну, и здесь у нас, соответственно, стоп-деление, насколько я помню, вот тут. И здесь у нас режим умножительно-делительный и плюсовательно-минусовательный. Плюсовательно-минусовательный режим, как и в низе, отличается тем, что при нём... А, это... Вот. Клавиатура обнуляется. И можно нажать клавишу только один раз. Только один раз можно нажать. А в умножительно-делительном режиме можно у нас тут... Это... Лимонить до бесконечности. Вот. Я бы так это назвал. И перевод каретки при нажатии на клавишу один раз производится. Перевод каретки на один шаг. Ну, клавишу мы можем держать сколько угодно, на каретке ничего не случится, потому что, естественно, всё это... Механизм предусмотрен, чтобы она там не... Не шкрябалось выйти из машины. Вот. А всё остаётся на своих местах. Если мы, допустим, совершали так много действий, что у нас вся каретка полна чисел, то мы можем просто обнулить как бы всё. Вот. Обнуление мы уже в действии видели. И, в общем, обнулили. И потом переводим каретку на начало клавишей R. Это вот, кстати, хрень тоже называется каретка, как и у пишущей машины. Вот. Это у нас какой? Ага, умножительный. А нам надо плюсовательный-минусовательный. Да? Это как холодильно-бородильная установка, только плюсовательный-минусовательный режим. Вот. Уже более как бы специфицированные характеристики. Вот. Посмотрим на обнуление результата. Вот. Если у нас, допустим, мы наворотим какие-нибудь любые числа, которые, допустим, могли бы появиться здесь в результате вычислений. Вот. Наворотили числа. Пускай здесь ещё будет что-нибудь. Нажимаем. Один. Два. И всё. Вот у нас одна пипочка, две пипочки. То есть один. Вот одна пипочка и две. Всё ясно нам. Да? Вот, пожалуй, покажу ещё крупным планом механику. Только не спрашивайте мне, как всё это работает. Да, я тоже сам всё это понял интуитивно. И, как бы, объяснить я это смогу только максимум в двух словах как-нибудь. А не так точно, что вот... Это вот херобора работает по принципу там какой-нибудь передачи шестерёнок на вал или ещё чего-нибудь. Там, по первому, второму каналу. Ну, так вот. Попробуем, значит, машину в действии. Ну, мне, кстати, я не знаю, говорил, не говорил. Так вот, беспорядок образовался в результате работы с этой машиной. Но она уж, извините, большеватая немного. И вот эти вот рядки с числами, они вынимаются. Вот. Если мы поглядим. Вот у нас раз, два, три, четыре, пять. Причём вот эти вот два, они не вынялись. Я попробовал выставить шурупы и вставить новые, но выставить шурупы у меня не получилось, поскольку у меня не было таких маленьких свёрл по металлу. Они все уже источились и закончились. Вот. Значит, пробуем. Я всё путаю эти режимы. Так, вот плюсовательный, минусовательный. Так. 210, 68, 0, 3. 0, кстати, здесь отсутствует. То есть, когда у нас 0, то мы ничего не вводим. Плюсуем. 210, 68, 0, 3. И 212, 63, 61. Так. Так. 212, 63, 61. Плюс. Сейчас. Ну, я буду давить на клавишу плюс, чтобы вы знали. Так. Плюс. И у нас получилось вот что. Можете, в принципе, проверить. Получилось у нас 423, 61, 64. Вот. Удаляем результат. И всё. Она так ещё прикольно гудит. Это, возможно, камера не смогёт передать. Вот. Ну да ладно. Или попробуем. 115. Плюс. 354. По лучам. 469. Сбрасываем результаты. И, допустим, попробуем. 57536. Плюс. 842. 842. 200. 77. И плюс. 653. Вот. Получаем. 14 тысяч. А так. 142 тысячи. 376. Попробуем. Минус 6. И... Минус. Потом. 215. И 341. Минус. Получаем. 141. 814. Потом обнуляем. Результат. Нажатие клавиши с одной пипочкой. То есть клавиша 1. Вот. Родился бегемот. И... Теперь... Одно из самых интересных действий на этой машине. Это умножение. Умножает машина вот этим вот рядком. То есть мы вводим, допустим, число. 3156. Умножаем на 2. А. Режим. Переключаем. На всякий случай. Так. Какое число было? Похуй. Введем новое. 54632. Умножаем на 3. И получилось, что 163896. А. И сверху тут этот самый. Ну ладно. Так. Он у нас за бесконечности крутится. Это нет. Ладно. Перемещаем каретку на один шаг. И сбрасываем все. Потом. 314781 умножить на 1. И получаем 314781. То есть мы нажали клавишу 1. И оно у нас показало. Введем более, так сказать, действенный пример с умножением на 6. Потому что на 6 она здесь совершает наибольшее число действий. Или нет. Мы все-таки пройдем по порядку. Допустим. То есть мы результат видим. Да. Но я его все равно буду вам зачитывать. Если хотите. Значит. 987. Да. 987. Ну пускай будет 6. 5.4. Если уж такая пьянка. Да. На 2. На 2. Блядь. Каретку я забыл перевести. И не знаю, с какой ситуации это самое. Так. На 2. Получилось. 1.975.308. Сбрасываем все. 731.514. Умножаем на 4. Это. Так. У нас результат. 2. 926.056. Умножаем тогда вот это же число на 5. 39.501.756. Умножаем это же число на 6. Еще раз на 6. Потом умножаем на 8. На 9. На 5. 4. 7. Не идет. Ну ладно. Сбрасываем. Переводим на начало. Умножение деления работает вот так. Если нам допустим нужно не на вот эти вот как бы числа умножать, а какие-то трехзначные допустим, то это делается так же как и на счетной машине низа. Об этом смотрите так же мой канал, я там про них все рассказал. Вот допустим 315 умножить на 4. Держим клавишу плюс, пока здесь не появится 4 цифра. И тогда у нас будет результат. 1260. И тут вот 4. Все скидываем. Начинаем с нуля, как говорится, да? С чистого листа. И мы вводим допустим 4353 и умножить это на 514. Тогда мы... Нет, 4 в прошлый раз было, так что 517. Тогда мы держим клавишу плюс, пока здесь не появится 7. То есть если мы допустим передержали, у нас появилось 9, можно дважды нажать минус. И у нас получится 7. 317 было, да? Тогда переводим каретку на шаг. 1. И потом здесь 3. Вот здесь у нас смотрим. 317 получилось. И результат... Так, 1.379.901. Это мы, пожалуй, поставим тут вот так вот запятую. Поставим. Вот. Такие дела. Сбрасываем. Сбрасываем. Ну и в таком же контексте. Ну если мы допустим хотим посчитать что-то денежное, где у нас 2 знака после запятой. Ну допустим, 314.50. 314.50. Плюс. Так. 314.50. 314.50 у нас стоит на каретке. И наша перемещенная запятая показывает, что 50 это у нас как бы центы, знаки после запятой. И у нас, к примеру, имеется какой-нибудь цветной лазерный принтер, который нам нужно закупить для фирмы в количестве 8 штук. Тогда 8 штук мы здесь видим сверху. Так, ну что. Вот. Сверху видим. И цена у нас 250... А! 2.516.00. Вот. Ну из этого допустим у нас... Сбрасываем верхний ряд. Из этого нам допустим понадобится... Нет. Вот какое условие. У нас был купон на 300 евро. И нам нужно, соответственно, из нашей суммы отнять эту сумму. И поэтому сбрасываем. И вот здесь у нас сотни. Здесь, кстати, пронумеровано. Раз, два, три, четыре, пять и так далее. Показайчик не выйдет погулять, да. Минус 300. Тысячи, сотни, единицы. Не тысячи, сотни, десятки, единицы. Вот так. Пардон. И нам нужно 300 евро. Тогда мы вычитаем из сотен, три сотни. И у нас получается 2.216.00. И какая-то абракадабра сверху. Из девяток мы удаляем. Низ удаляем. А! Эл-каретка у нас в начале стоит. Мы попробуем еще умножамс. Чуп-чуп-чуть. Потыкаем, допустим, девятки все. И все это помножим на девять. О, как быстро. Ну ладно. На шесть. На четыре. О, блядь. Что-то поменялся звук. Там не переключилось ли? У них какой-то поменялся звук. Я не знаю, что бы это могло означать. Но работать она, в принципе, работает так же. Вот, слыхем? О, блядь. Не-не-не. Мы поставим напряжение пониже. Его, как она у нас покорила. Ну, не знаю. Но это, наверное, что-то с центробежным выключателем там случилось. Поставим повыше напряжение. Чуть-чуть на латре. Ой, блядь. Ой, пиз... Ладно, в пизду. Наши помножалки. Чуть-чуть слажу в мотор. Вот. Да и к тому же зарядки у меня на телефоне уже мало совсем. Да, к тому же.